Трамваи, электропоезда, автобусы и даже умная остановка – все это экспонаты выставки «Будущее общественного транспорта». Последние разработки транспортной отрасли были представлены в Ульянском наноцентре. 22 и 23 сентября федеральные эксперты и студенты Ульянской области познакомились с лучшими образцами. Транспорт должен стать экологически более чистым, более вместительным, людям станет удобно перемещаться по городу. Мероприятие приурочено к заседанию Президиума Государственного Совета при Президенте России по комплексному развитию пассажирских перевозок. Важный момент в развитии транспортной отрасли – это поддержка отечественных разработчиков. Предприятия Ульяновской области внесли большой вклад в производство транспорта будущего. Например, вот за мной вы видите электропоезд П2Д, вторым вагоном, который стоит. Вот шесть таких составов оснащено продукцией нашего предприятия, Ульяновского предприятия по производству межвагонных переходов. Вот наша задача, чтобы «Мейден Ульяновск», что называется, предприятия, производящие у нас продукцию, делали это лучше, качественнее. Все образцы выставки от автобуса до электропоезда отличаются от транспорта предыдущего поколения. Они адаптированы к потребностям граждан. Хотела, чтобы этот транспорт был не только в Москве, в Санкт-Петербурге, но и в каждом уголке нашей России, так как люди с ограниченными возможностями сейчас очень сильно в этом нуждаются. И даже имея я на костылях, не могу сейчас в городе Ульяновске позволить себе пользоваться общественным транспортом. Вагон нового электропоезда создан по последнему слову техники. Автоматические двери для шумоизоляции, туалетная комната, площадки для пассажиров с ограниченными возможностями. Все, что нужно для человеческого комфорта. Группа «Газ» представила новую технику. Это машины для городских, междугородных и корпоративных перевозок, работающие на различных видах топлива – дизельном, газовом и электричестве. Модели разные, но тенденция одна для всех образцов. Энергосбережение и удобство эксплуатации. Экологичный, во-первых, и экономия по топливу. Дизтопливо у нас дорого стоит, газ дешевле, и выбросы в окружающие среды, что самое главное. Невозможно прогнозировать, как скоро пользование общественным транспортом будет вызывать положительные эмоции. Остается только ждать массового производства изделий, представленных на выставке. Виктория Шикова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды.